Тотальная проверка продолжается. На начало этой недели по итогу плановых и внеплановых рейдов отключено газовое оборудование в 1659 квартирах. Промежуточные результаты глобальной инспекции обсудили на заседании рабочей группы под руководством зампреда правительства Максима Громова. Главная проблема, жалуются газовщики, невозможность попасть в квартиры. Двери специалистам открыли меньше половины абонентов – 41%. В настоящее время для того, чтобы обеспечить доступ в квартиры, где по имеющейся у нас информации эксплуатируется неисправное оборудование или проведена самовольная его установка или замена, иногда приходится отключать газовые стейки. Только после этого с помощью управляющих компаний, групп активных граждан, соседей, удается попасть в квартиры и либо убедиться в отсутствии каких-то серьезных нарушений, либо отключать газовое оборудование. Организацию обслуживания внутридомового оборудования проверяет жилинспекция. Количество выявленных нарушений исчисляется тысячами. Выдано 346 предписаний. Там договоры были где-то заключены, где-то не было заключенных договоров. В отдельных случаях договоры были заключены, но не на все оборудование. Нарушения в этих договорах, не своевременное исполнение этих договоров, не своевременное обследование. Есть регламентные сроки обследования вентиляционных каналов, регламентные сроки обследования ВДГО. Управляющие компании ТСЖ не смогли предоставить документы, подтверждающие акты выполненных работ о том, что в действительности эти проверки своевременно проводились. Замена устаревшего или вышедшего из строя оборудования – обязанность граждан. Однако малоимущим семьям правительство региона готово помочь с этой статьей расходов. Профильный департамент подсчитал собственников, которые нуждаются в поддержке. Это 231 человек. Запланированная сумма субсидия – порядка 10 тысяч рублей. Сейчас в стадии выпуска нормативно-правового акта правительства, регулирующий оказание целевой адресной помощи данной категории граждан с целью направления этих средств непосредственно на замену газового оборудования. Газовщики заверяют, на замену оборудования им требуется не менее двух-трех дней. Тем не менее, Максим Громов напомнил, что за окном зима и темпы работы ни в коем случае снижать нельзя.